Сегодня появились видеокадры момента убийства сводного брата лидера КНДР. Эта история приобретает все более зловещий характер. Тайные счета, запрятанные миллионы, неполученное наследство. Это, конечно, версии, но очевидно одно. Кто-то очень хотел, чтобы весь мир увидел расправу над Ким Чен Намом. И поэтому изобрел столь изощренный и демонстративный способ убийства. Может, девушки, которые накидывали платок и прыскали смертоносный яд, и не знали, что в реальности делают. Но заказчик точно понимал, аэропорт Малайзии напичкан видеокамерами, что называется, под завязку. Дмитрий Малышев изучал детали этого дела. Нападение снято двумя камерами наружного наблюдения. Обе записи плохого качества, но на них отчетливо видно, что убийцы поджидали жертву, стоя к самостоятельной регистрации на рейс. И это логично. Когда Ким Чен Нам вводил паспортные данные, он уже не смотрел по сторонам. Тут за его спиной и появилась первая девушка. Вот она подбегает, накрывает лицо платком. Скорее всего, здесь препятствие для вдоха. И когда была распылена аэрозоль, то есть потерпевший, назовем его так, просто произвел глубокий вдох вот этой аэрозольной извеси. То есть, накинув платок, девушка заставила мужчину судорожно хватать воздух ртом. Предполагается, что в этот момент перед его лицом яд распыляла вторая подозреваемая. Эти кадры не оставляют сомнений в том, что загадочное отравление было профессионально срежиссировано и, скорее всего, не раз репетировалось. Ведь на то, чтобы отравить Ким Чен Нам, понадобилось всего 2,5 секунды четких и слаженных действий. Здесь была опасность для самих нападающих, потому что в этом случае пришлось, скорее всего, задерживать дыхание и быстро уходить. Но, в принципе, на видео это и видно. Не привлекая внимания, девушки спешно разошлись в разные стороны, путали следы. Ким Чен Нам некоторое время стоял как вкопанный, а придя в себя, направился к службе безопасности. Потерпевший успел подробно рассказать про нападение. Вот он несколько раз показывает на свое лицо. При этом Ким Чен Нама повели не в полицию, а сопроводили до медпункта. Очевидно, яд уже начал ощутимое действие. Эта последняя фотография была сделана в суматохе приемного отделения. Поза человека в состоянии беспомощности, потерявшего сознание. Видите, как он привалился, ноги расслаблены. Но, так сказать, он не сполз, как говорится, вниз еще. Возможно, он еще каким-то образом тонус мускулатуры сохраняет. Значит, он вдохнул некую дозу, достаточно токсичного вещества. Но, как правило, такие вещества обладают высокой токсичностью в микродозах. То есть там можно просто ничего не найти, потому что это вдохнуло, он быстренько это все как-то растворилось, а может быть и метаболизировалось, то есть распалось, и там можно уже вообще ничего не найти. Но даже если загадочный яд оставил след в организме Ким Чен Нама, специалистам предстоит провести еще не один дополнительный тест. Нужно точно подтвердить предположение. В мировой практике такая процедура, как правило, занимает две недели. Первый результат расследования малайзийская полиция обещает предоставить уже послезавтра. Но посол КНДР в Малайзии уже сегодня заявил, это ровным счетом ничего не изменит. После инцидента прошло уже семь дней, но до сих пор совершенно не ясно, что именно послужило причиной смерти. Таким образом, у нас нет оснований доверять следствию. Доверия полиции Малайзии не будет, даже если она предоставит результаты экспертизы. Канг Чхол добавил, что руководство КНДР подозревает Куала-Лумпур в сговоре с Сеулом. Посол заявил об этом по северокорейски прямо и вынудил уже премьер-министра Малайзии и вступиться за собственную полицию. Наши сотрудники очень профессиональны, и я не вижу абсолютно никаких причин, по которым нам было бы выгодно выставлять Северную Корею в плохом свете. Я абсолютно уверен в объективности следователей. А они, похоже, взяли след. Арестован химик из Северной Кореи. По словам очевидцев, его задерживали сотрудники спецназа, вооруженные автоматами. Девушек допрашивают, а еще четверых подозреваемых ищут. Предполагается, что они следили за убийством, сидя в кафе у роковой стойки регистрации. И пока сразу три страны ждут ясности обстоятельств загадочной смерти в Малайзии, в КНДР пропал еще один конкурент северокорейского лидера. Второй человек в стране. Цой Рён Хэ, заместитель председателя Трудовой партии Кореи, уже не первую неделю не появляется на людях, а его имя исчезло из всех новостей. Журналисты с новой силой заговорили о чистках, которые устраивает лично Ким Чен Ын. Дмитрий Малышев, Дарья Рыбакова, Первый канал.